За прошедшую неделю в отделение скорой медицинской помощи поступило 259 вызовов. Госпитализирован один участник дорожно-транспортного происшествия. Заболеваемость ОРВИ по-прежнему не превышает эпидемического порога, диагноз грипп не выставлялся. Системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме, нарушений теплоснабжения нет. Завершилось собрание собственников в домах номер 2 и 3 третьего микрорайона. Десногорцы обсуждали вопрос об участии в проекте «Комфортная городская среда». Необходимый пакет документов сформирован и отправлен в администрацию. К общественным слушаниям по «Комфортной городской среде» 2019 года у нас подошли к полной готовности четыре двора. Поэтому по итогам сегодняшнего рассмотрения уже можно будет говорить о каких-то результатах и планах на следующий шаг. С 24 по 30 декабря в выставочном зале Историко-Краеведческого музея пройдет новогодняя ярмарка. Участники мероприятия получат возможность приобрести авторские работы. 22 и 23 декабря в 11.14.16.00 Центр культуры и молодежной политики приглашает всех желающих на театрализованную программу «В гостях у Ёлки». Также 22 декабря в 18.00 и 23 декабря в 11.00 мы приглашаем жителей и гостей города на первенство ЦФО среди мужских команд по баскетболу. 20 декабря в 15.00 в доме детского творчества состоится церемония награждения победителей и участников муниципального этапа Всероссийского конкурса «Слава Созидателям». В прошлую субботу в городе состоялось долгожданное открытие киноконцертного зала. Расписание показов можно узнать на сайте Центра культуры и молодежной политики. gcd.desnogorsk.small.miscult.ru. Раздел «Кинозал». Виталий Волков, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна-ТВ.